Первая пистолетка, атака команды К-23, все еще в порядке, Хаврейдерс будут обороняться Ну и соответственно по закупу Каринка две флешки и дефузы, а за атаку Кео за гранаты, ну и у Кадео тоже, видимо по 250 неоны дропнули Так, ну давайте пистолетка смотреть в таком случае, Джиар, начинает тут перестрелиться постепенно, Джиар Оп-оп-оп, тут тяжело, конечно, наверное, пока что 5 на 5 вся еще ситуация Ой-ой-ой, Лайм, Лайм, тут флешку же тебе кидали, ой как тяжело Мол, все-таки погибает, Лайм все-таки там на последнем издыхании буквально убирает оппонента Но тут уже мясо вообще на Апланте, уже террористы практически забежали, К-23 еще в жбаныно присылали оппонентам Какой-то дичайший выход от Калинки, Калинка погибает Опять же под Аплантом получается прямо сходу у стены И в 2, в 3, такие себе позиции у Ашера, если честно Ларич, в итоге пытается здесь опять же выработать свой шар, там ему прилетает Маслина Проблем, забирает Кадео в размене на 2 в 1 время на сторону атаки И плюс дефузов никаких мы не наблюдаем, так что будет сложновато разрулить, если честно Правильно, спрыгивает Парча, забирает Келза, но Ниланду не умолим И это 1-0, К-23 закрывает пистолет Ну пока так Пока получается Так, К-23, друзья, действительно взяли Ну, посмотрим Здесь, так как уже третья карта, то тут уже всем бороться надо уже до конца Не получится вот эта стратегия 2-0 Типа, о, пацаны, мы взяли карту, давайте дожмем вторую Не-не-не, тут уже на третий, уже совершенно спокойно, как говорится, полностью успокоиться И в оптимальном режиме просто отыгрывать до победки Форс-раунд для команды HR, есть скаут-райфл, есть, опять же, пистолеты есть Не дефолтные Ну, в принципе, может быть, иногда такие форсы залетают, конечно 2-1-2, ребята, стоят, то есть широко, опять же, по инфе В общем-то и все Пока все, что произошло, ранние тайминги никто особо не заюзал GR, наркада от шорта, от него контролируется, да, и, соответственно, выход в попытках, возможно, занятие мида Ну, к-23, пока нам не рисуют ни одного из вариантов, да, раскладу на втором дасте Это не сплит-б, это все еще и не ан до контакта Целый мид в распоряжении, возможно, сейчас вот от минуса после пары сейчас играют Но он в итоге разворачивается назад и возвращается к сплит-б, причем, ну, хорошо, что кто-то еще в тэшку пошел, а то обычно это как бывает Бомбкерри заходит вместе с ребятами мид, минус от Норберта тем временем Булай Макадо забирает, проблема, и бомба в миду теряется, и 4 сплита, и верхней тэшки порой не хватает Так, едем дальше Значит, здесь сейв остаточных девайсов на экраунд Так как с Диглом и со скауткой на экраунде, на самом деле, нормально, там поаградаться можно На следующем раунде, наверное, допустим, к-23, кстати, если сейчас скаут не погибнет, он погиб, лель, окей Тут Дигл остался, хорошо То есть тогда поаградаться нельзя В таком случае, ну, практически нельзя Так что 3-0 мы от к-23 будем ожидать в ближайшее время Прикольно то, что они потенциально пятером здесь будут выживать И пятером будут выживать, да, все так и есть 3250 на руки за элиминейшн раунд Прям чистыми, чистый инкам, так сказать, профит Пожалуйста, и экраунд от команды Ашер, они ничего не засейвили Ну да, ну, а кстати говоря, вот мы все говорили, говорили о том, что Вроде как первая смена закончилась И нас с вами под занавес игрового дня еще одного БО-3 ожидает Это Spirit Force, еще одно СНГ Дерби, которое максимально интересно Особенно после такой вот разогревочной, да, БО-3 серии из трех карт К-23, Хелл Рейзер Ну, а пока, мол, просто рыбачит Тир, исполни, мол, ой Подстилили фраги, но Ладно, 30, К-23 пока Да, стандартные три раунда Ну, то есть, так, если просто сказать Друзья, стандартные три раунда То есть, как бы, все понятно Да, так бывает Часто видим Ну, нет, иногда бывает, что делать Ну, форсы не делаются Стандартные три раунда Такого понятия в Counter-Strike уже нет Ну, в общем, с Анишей, наверное, не соглашусь в этом плане Ну, в общем, одна команда три раунда берет Вот мы до первого девайса на АТШР Подобрались Вот сейчас как раз смена темпа, если будет От командных Л-Рейзеров То есть, они, в смысле, выделяют раунд нормально То есть, грубо говоря, типа, оттерпели первый раунд Но не получилось, не получилось Сейчас вот начнут Встреливаться, так сказать Но пока не начнут Калинка пал смертью храбрых А они начнут только позже Окей Нормальная тема, отжара и проблемы Ну, и, соответственно Норберт С ребятами Ну, да, вроде как, получили в Counter-Dinal А выйти-то не могут Забавный смог Молик на карту И, соответственно, защита Принимает более пассивную модель Дефон С этого направления Схопы снайперы Даже не с флом сайта А чуть ниже И Чем-то закончится Минута в распоряжении К-23 Они все еще Ну, вот Не решились, наверное, до конца Душить А базу Ну, после захода Возможно Что-то по меня А тем более, что Нил забирает Ваймана Ну, старается Шарта ловит Проблема Так уже можно и перетянуться Но Фларич не отпускает Фларич и Джар Остались вдвоем Здесь И шансы все еще, кстати говоря, есть На этот бай-раунд О, еще и бомба потеряна здесь Мол И, мол, вот Джар отлетает Не просто шансы есть А этот раунд берется И даже, кстати, Калаш успевает Фларич подобрать Вот это прямо Как-то приятно получилось Да Сбивает темп Ашера, да То есть три раунда Реально отстрадались И, пожалуйста, вот С девайсных уже начинает Все начинает быть очень интересно То ли еще будет То ли еще будет Пока Мы видим, что, да, действительно Первый раунд девайсных Вареда себе забрали Но с другой стороны Ка-23 сейчас ошибаться Тоже не стоит Экономика пускай пока и присутствует Но четыре длина И Слушайте, ну Ка-23 тут Немножечко Немножечко Не доиграли В плане того, что Не знали, какой будет Сетап у обороны И Растеряли Возможность выйти Сплит на Б Практически Из-за бесплатно Так Ну что ж Смотрим дальше Пока Пять на пять Проблем Немного ПХП потерял Но в целом Опять же живо Ранние тайминги на этом закончились Собственно, как раз Ашорт Попытается, возможно Пропушить ребята Из команды К-23 Пока На самом деле Ни одна из позиций Не выбита Вот только сейчас Из вот Контрстрайковых Контрстрайковых Контр КТшных Коспили позиций И только сейчас Ашорт, короче говоря, выбили С коробки тоже никто не вышел На верхней темке Ну куда-то вперед Там на Тешку На Б Тоже никто не вышел На миддл тоже никто не вышел Прикидывается смынок И вот теперь Мол стягивается на топ-мид Неужели снова сплит-ан На сороковая секунда Если вы сейчас не зайдете У вас не будет времени на перетяжку Ребята Ребята, будьте осторожны Пока 5 на 5 Пока, друзья, 5 на 5 И смотрим дальше Здесь Джар Норберт закрывает Джара Джар погибает 4 человека остается 3 человека Но сзади флар еще не прочехали И это, возможно, будет поражением Для команды К-23 В этой боевой ситуации Но, как оказалось, нет На развороте Ну, в принципе, опять же, все Здесь, как мы видим, получается Проблем последний остается Пытается здесь через прыжки Как-то уже дожить Как говорится, в последние секунды Ну, в последние секунды, в общем-то, и доживая Четвертый раунд, друзья Для команды К-23 Вышло, что так Да Четвертый раунд для команды К-23 А коэффициент от наших, друзья Приматч 4-7 На холлорейзер с 1-17 К-23 Представляешь В этой серии На третью карту, в частности Вот это сюрприз Ну, и Если вам интересно, опять же Эти спортивные события Хотите немножко добавить Ощущение от просмотра То кликте по баннеру По трансляции И ознакомьтесь С шикарной лайф-линией И множество там, опять же Матчапов И, соответственно Приятная котировочка Так Едем дальше Калинка немножко ПХП получил Опять человек осталось У команды Хеллрейзер Ну, пока что Опять же Экономический Раунд То бишь, получается К-23 Ну, наверное, на пятерку Какой-нибудь будут выходить Предположительно Жар здесь Норберт Забирает Это, кстати говоря На этом самом экономическом Действительно Для команды защиты Это интересно Хотя, когда его ладно Сравнивать Пока что 4-4 Нилон Поймал Калинку Хорошо 4 в 3 Флорич Ну, понимает уже Что база Б пройдена Как бы Но бомба-то все еще В распауне Эх Не знали бы об этом Хеллрейзерс Так 3 на 4 Сильно засаливают Этот раунд Команды Ашар И Б отпустили Кстати говоря То есть они сейчас Забавно то, что Команды Ашар Видите, они сейчас Без дома вообще То есть На Б уже не выйти На А уже не надо И в итоге Пацаны Тупо в коридорах живут Посередине карты Джар последний остается Да, 2 кила есть То есть стандартная эко Есть калаш И из-за того В том случае, что есть калаш Ладно, я не успею договорить Было бы хорошо засейвить Но тем не менее К-23 К-23 Если честно Довольно резво И быстро улетают вперед Наверное, кэфы Это будут отражать Сейчас я подозреваю Ну, мы уже их посмотрели Ну, тем не менее Да Ну, то есть В смысле Отразили Это коэффициенты Один к пяти, друзья Ждемся Опять же Закуп защиты Без снайперской винтовки Ну, возможно В каких-то местах Алк станет Немножечко Посвободнее Но Сетап Ой Что тут с подсадкой-то Запрыгнуть Запрыгнуть на шорт Не могли Или специально ждали Дополнительный тайминг Еще как-то странно Минус этот калинки По келзу Тем временем Ну и, собственно Четыре в пять Со старта Хаврейзер снова Получает преимущество Но Опять же Смогут ли они им воспользоваться Пока непонятно Пока непонятно Четыре Здесь На плент Возможно И хотели бы кататься Три По крайней мере Синий И выход с коробки У них есть Подходы к лангу У них Есть Опять же Что Их дальше ждет Хм Конечно Большой вопрос По крайней мере Пока что Смотрим Все еще Пять-четыре Зависла Атака Немного Раскидывает Стандартные гранаты На плент На плент Видимо и пойдет То есть Раз эту позицию Выбили Сюда и пойдут Гендельф Однако Так Войной Зацеп За мид Получается От защиты Я решил Помочь Калинки На какое-то Время Опять же Как-то сыграет Пока не совсем Понятно Топ мид Человек Как раз таки Именно правую сторону Санжару Чуть вправо И как бы Все Хорошо Что стоит Как стоит Пока Флэш Накидывается В мид Кеос Открытие Минус От калинки Ой-ой-ой Но Тут пока тоже Непонятно Может ли найти Минус А посмотрим Пока что Рефрага нету Все еще Нету И пока Видимо Не будет В меньшинстве Остается Команда К-23 Друзья Пока что Здесь На Ашорт Попытался Выйти Один из игроков Его там Закрыли Мидал Опять же В лицо Получил Второй Спалился То бишь Он где-то На Ашорте Соответственно Это прекрасно Понимает Команда Ашер Тэшка Вот сейчас Рвется Это Б Если что То есть Несколько позиций Рвутся Одновременно Вот самое интересное Мне кажется Все таки Больше Б Чем что-то еще И именно Б выигрывает Но На миду Не получается Пройти То есть Бомбу на миду Потеряли Соответственно Команда Защиты Распределяется Именно Конкретно Под бомбу Здесь Понимает Чтобы прорвали И будут Стараться Защищаться Дальше Они И делают Они уже В общем-то Выходят На троечку За КТ И вот Таким легким Движением Руки Превращают Даже В четверочку В теории Если так Посмотреть Ладно Три к пяти Да За четверку Скорее всего По поводу четверки Да посмотрим Потому что Икраунд Согласен Здесь Для К23 Ну Немного Вариантов Ребята Голенькие Опять же Да Пистолеты Может быть Что-то Интересное Сделают Но В целом Тоже Под вопросом Наверное Ну Пожалуй Пожалуй Под вопросом Наверное Окей Посмотрим Пистолеты Могут быть Опасны Впрочем Заход На шорт Позиционка Защиты 2-1-2 Тут Как бы Еще Прием Кскара То есть Все Пока Что Происходит В порядке Вещей Недоделанный Ранбуст Ну Как итог Вроде Как От Лейма Помогу Опять Ну Пока Никого Не потеряли Командаж На этом Экономическом Есть один Большой Момент Пакет Дали Поставить Команде К-23 Очень Неприятно Двоих Потеряли Сразу Сразу После Это Не успел Договорить Здесь И пакет И на Минус 2 И здесь При прочих равных Еще на Минус 3 Может быть Не обязательно Конечно Тут уже Сложно Будет Делать Еще Килл Если честно Последний КД Остается Позиция Может быть Интересная Не видит Не получается Не видит Не получилось Понятно Убить И 2 Кила И бомба Что-то Жирно Для К-23 В смысле Хэлл Лейтерс тут Промягчили Скажем так Очень мягко Здесь Приняли Аплент Вот Момент Опять же Отправной Такой Точки Если сейчас К-23 Не берутся За закуп То Какие-то Неприятности Все равно Рано или поздно Их По счету Расстроят Доминируют Доминировали В атаке Вообще Не люблю Такие моменты Доминируешь Доминируешь Потом Вжух И просто Резко Начинается Полный провал Во множестве Бесконечной Множестве Раундов В таких Ситуациях Обычно Сразу Желательно Пофиксить Не отдать Большого Токамбэка Но Пока В нынешних Реалиях Выглядит Что действительно Хэлл Рейзерс Выйдут Вперед Такими Темпами Ну Посмотрим Сейчас Байраунд На все деньги Для команды К-23 Пока что Так И Вот Будем глядеть Что Что-то Как говорится Будет Здесь Четыре Класса Плюс АВП Минимальное Количество Гранат Если честно В атаке Самое Забавное Вот этот Парень Тройка Что-ли Да Это Калинка Получается Закрывает Закрывает Опять же Выходит С Титаника Получается Да Из плато Титаника На Темку В верхнюю И там Еще один Парень И калинку Вот в упоре Просто На Верхней Тэшке Плато Просто Не ожидает Кстати Погибает Он Погибает И тот Кто Его Закрывал Попробит Скорее Всего Лайм Погибли Тоже А он Погибнет Ну Погоди Балмане Установлено Все Еще Накидывается Фишечный Молик И Теории Можно Запекать Ой Голуб Видел На среднем Было Очень Тяжело Вот Теперь Флорич Может Текать Хотя Он Хочет Бороться Понимает Что Да Слабая Экономика Соперника И Это Все Может Только Лишь Пойти На руку Хеллрейзер Но Опять же Клач Один В два Штука Непростая Особенно На Бпоинте Поглашусь Флорич Еще Начинает Стоять Он Начинает Кинуть Полицию Получает В лицо В итоге Сбоку Прямо С угла По 90 С дефолта Б Шестой Раунд Для команды К23 Хеллрейзер Но Пока На четвертом Во-первых У них Теперь денег Нет Собственно Во-вторых То есть Понятно Да У кого-то Есть Но Пока Нету У всех Или у большинства Естественно Будет супер Тяжело И проблем На самом деле По большому счету Особо Ничего Сделать Скорее всего Не может Под это АВП Ну какие-то Пистолеты Какая-то СМГшка Да Допустим Хорошо Это может Работать Предположительно Да Опять же Возможно Потенциальный Выход на семерку Для команды К23 Ну работаем Работаем Калинка Аркада Нижней тэшки Два Портана В исполнении К23 Флорич Тоже в упоре Шарта Продается Длина Более чем Полностью То есть Опций Это много И Фактически Hellraiser Сейчас делает Акцент Под базой Бена Джар Моу Нашел Здесь Четыре человека Осталось Команда К23 Это четыре Калша Получается Вапера Потеряли Ну Соответственно Сами понимаете Здесь на миду Авапа Может подберет Опять же Игрок Кеус Что ли Кеус Да Кеус Авапа Подобрал С авапа Будет дальше Играть Второй Вайтер Получается Да На Лэн Через Лонг Не получилось Пройти Ногу Заджар Здесь его Снял Кадео Правда Верхняя Темка Б Работает Это означает Что скорее всего И пакет Попытается Пойти на Б Но пройти На Б Уже Будет Не так Просто Всем остальным Джар Профтыкал Заход Под Б С другой стороны Есть колень Который Крадется Забирает Кадео Хорошо И теперь К23 Выглядит Немножко Потеряно На самом деле Вот Определиться Бо Куда Пойти Уже Работать Над этим Направлением Но Выходит Что Плана Все еще Нет А секунды 25 Еще На шарту В поле Есть Флорич Которые Просто Сдувается Нюном Лайм Пытается Зарепикать Хлопы Ой Немножко В таймингах Немножко Должен Убивать Его Должен Еще Кел Забирает Калинку Кел Хорош Делать 2 Килла Приходит И не Вспрыгивает К Джару 47 Красота Нерал Если Честно Хотя Опять же Проигрывать Его Должны Были К 23 Но Грамотная Позиционка Позволила Им Выйти Победителями Получается Так Получается Так Друзья 11 на 7 КД пока что Играет 14 на 6 Нилан Это топовый Фракстатер На сервере 11 на 8 Джар То бишь 14 на 6 11 на 7 11 на 8 Первые 2 места У команды К23 Фракстаты В игре Понимаете Они в принципе Важны Но есть Варианты Что не настолько Сильны Иногда Даже Не важны Здесь В данном Случа К23 Аккуратно С большей Частью Раундов На первой Половине Вполне Себе Идет Дальше Да Здесь Жар Отвечает Кстати говоря Здесь Возможно Не будет Нормальный Выход Хотя Синего Встречает КД У оппонентов Но при этом Лайм Сразу Не работает Бросают Выход На синий Бросают Коробку Ребята Из команды Атаки Понимают Что нет В этот раз Не получилось И на самом деле Возможные Раунты Кстати говоря Уже Не получится Ну Клащ 11-3 Все-таки Тащибельная История Ты рано Так это Закрываешь Ну Супер Сложно Тащибельная Но Сложно База Б Видишь Ли Может быть Поставленная Бомба Немножко Зарядит Мол Там Реально Промах Будет Очень Дорого Стоить Даже Скалаша Что Позволит Поставить Пачку Позволит Пацану Уже Пушится Пушится Но Все Готовимся Все На Мол Мол И не Такое Тащим В свое Время Но Тут Тяжеловато Окей Едем Дальше Мол Действительно Поставил Опять же Клач Один В три То есть Аниша Ну я не скажу Что прям Аниша Поверил Не поверил Но сказал Что это Возможно Смотрим Ну Не с такой Стольбой В этот раз Наверное Да Maybe Next Time Ну опять же Бомба Плитень Да Да Мол Молодец Вообще Вопросов Ноль То есть Я например Не то чтобы Особо ожидал Здесь Какой-то Интересный Зебра Ребристый Нож Я сейчас Увидел В играх Команды Ашер Я что-то Такие Редковато Вижу Не в курсе Как называется Сейчас Подскажите Такая А я Провтыкал Белесая Белесая Зеброчка Такая Прямо На лезвию В смысле Интересно Необычно Выглядит Обычно Закалки Это Это Опен Есть Еще Один Краунд Друзья От команды К-23 Вы тогда же понимаете Да В принципе Наверное Этот раунд Они должны Проигрывать Может быть С потерями Для команды Ашера Личного состава 4 в 3 Тем временем Нам Действительно Но и Видимо Что Даже Подобные Расклады Можно превратить В пользу Для себя Если Чересчур Уж Серьезные Будут поджимы Со стороны Защиты Местами Что Нила Пытается Влететь В шорт Готовит Смоук И Оп Прыгивает С вами В КТ Ну Пока Себе Обезопасно Все чисто 3 на 4 Атака Все еще В строю И Судя по всему Как бы Вполне Себе Боеспособна Да Там Часть Игроков Вообще Голая Часть Не с теми Девайсами С которыми Надо было бы В похожих Ситуациях Но другого И не было И при этом Раунд Как бы Засаливается От К23 И при этом Именно из-за этого Из-за того Что долго Они действительно Собираются силами И Сейчас спокойно Выйдут на Пленд Получится или нет Мы вот как раз Посмотрим Лайм Пытается Пытается принимать Молик Получается На дефолт Молик Здесь кидает Лайм Все-таки Одного Забирает От которого Правда Отлетает Есть вариант Как минимум Поставить Пакет Джар Пытался Откуклить Попал Попал Второй Попал Кадео Вкладч И снова Не вывозит Дамаска Сталь Подсказывают Ну если там Такие волны На металле Типа То да Похоже на Дамасскую Сталь Я просто говорю Я профтыкал Момент Я бы тебе сказал Ребята Пишут Мраморный Градиент Дамасская Сталь Вот кстати Мраморный Градиент Это интересно Не ближе К Дамасской Стали Скорее По твоему Описанию Надо посмотреть Серенький На Маркетплейсе Наверное Ну просто Я что-то Нечасто вижу Обычно Ножи такие Знаешь У всех цветастые Изумрудные Закалки Рыжа Рыжа Красная Что нибудь Что нибудь И так далее Ламинат у чела Есть нормальный Я на самом деле Вообще не вижу Смыслов В этих ярких Раскрасках Может быть Я просто Кому что Ты прям Такой Дед в душе Прям Чисто настоящий Продолжаем Друзья 6-7 Пока что здесь Калинка Не Но с эксемки Все-таки Здесь не получилось На верхней темке Нижняя Точнее верхняя Это было Супер Прям Супер экстремально Но Как говорится Было как было Вышло как вышло 4 в 5 Пока что Нету рефрага От командаж То есть Чувак там Врывался Тупо вот В соляного На верхнюю темку Там отлетел И все Никто ничего Больше не делает Джар В упоре Пара чем Сделать здесь Фраг Без Размина Оформляет Еще и жив Остался Шикарненько Фларич Спускается В яму Своевременно Так Забайтил На чек И Будет бороться Дальше Фларич Фларич Ловит флэш Норбит его На этот момент И Подсаживает Проблем Ловит Кадео Смог Опять же На чек Длины И Выход Через него От келза Ай-яй-яй Размен Отмол Не подкачал Лайм Продолжает Эту Череду Рефрагов Джар Также В упоре Опять же Промах Очень дорого Стоит Сейчас Джару Ой-ой-ой Ну как же Так-то Просто Получается Точнее Не получается Я имею Ввиду Конечно В этом плане 6-8 Друзья Первой половины выигрывается команда К-23 В этом третьем у нас уже Четвертьфинале, ну, выходит, что третий Ух, выходит, что третий 16 киллов у Кадео 16 киллов у Джаара, например Но при этом у Кадео меньше смертей У нас Кадео как бы первую сточку из-за этого занял бы Джаар вторую Здесь промах реально супер обидный Пробах на раунд возможно Не уверен, но возможно Последний раунд первой половины будем смотреть 6-9 или 8-7 Минус пятка у Джаара снова Два века за КТК, слово сказать Минус отнил, но так же по флоричам Ну, сейчас к нам проблем А, проблем Ну, нужно находить рефраг срочно Иначе у вас 3 в 5 оставят И уже потом будет сыпаться по одному Далее Едем дальше Пошел до 3 на бет Обрати внимание Забо бояться Забо бояться Дико вообще Ребята из команды Ашер И так, что умер человек На, все правильно Аниша говорит Действительно чисто В принципе, авапу засейвить Остальных На Мсяо, наверное Он нижняя темка Мсяо идет, друзья Собственно, первый И он не погибает Я замечу, но все-таки убирает Оппонента И со вторым-то Армором Тут можно что-то даже Интересное Поделать Либо засейвить 2 девайса Ваш пикшор С ним Вроде как Парычка Стрелить Но с переменным успехом Если честно Парадаке У вас подстраховал Забрал правду Ивану уже 3 в 1 Для лайма Тяжело 9-6 Как Жене И сказал Ну вот она История Которая Радует Опять же Возможно Боящику Команды Ка-23 Хотя Опять же 9 за атаку Это не так Чтобы много Шестерка За КТ Достаточно Порой бывает Ну а я Также напомню Чтобы вы не забывали Кликать по баннеру По трансляции И получая ли бонусы От наших друзей Примочить Во-первых Во-вторых Если хотите Разнообразить Дефекты Просмотра событий Также Обращать внимание На шикарную Лайфлини Много что событий И разных котировочек Ну и В целом Ожидайте Что вот ДАЗ-2 Так просто Не закончится Скорее всего Не Тут Жарилова до конца Грызня Под Кровь Слезы Драма Из последних сил Вот еле-еле взятые Клач Просто вот На супер Тонюсенького Как говорится Скриньте Раундов Вот Прямо сходу Через 7 Начиная со следующего Просто сразу Чекайте 7 раундов Где-то там Около седьмого Раунда подряд Будет какой-нибудь Клач Мы такие Что там произошло Что-нибудь такое будет Просто потому что Команды К другу К другу Притерлись И Становятся все Равнее и ровнее А это уже Десайдер Третья карта То есть Я прям Близко Почти полностью Уверен Что реально ТБ ТБ и грызня Тут другого По-моему Быть не может Ну и по статистике Видим Да Все так же И в той В другой Команде Есть по 16 Фрагов Лидеры Но В остальном Кто-то Больше Приседает Кто-то Меньше Лавич Ну вот Все так же Внизу Таблицы Сидит Ну шестерка Фрагов Хотя бы Чуть-чуть Пободрее Надо собираться Выигрывать пистолетку Хелл Рейзерс И показывать характер На втором Дастем Иначе Сейчас Ка-23 Выиграв Пистолеты Ну не то чтобы Выйдут в двукратный Отрыв Но За КТ Пистолетку Выигрывать Ну очень сочно Порой бывает Да Соглашусь Есть соответствующие проблемы Особенно Когда Вот такой вот Пуш На плен Через А Шот Так сказать И заходят ребят Соответственно Через А короткий Нольберт пытается За машину Как-то жить Собственно Как-то жил Ну недолго Как вы понимаете Мол за испанским Еще 2 секунды живет Не угадал Оказывается Полсекунды Ну в общем-то Как говорится Rush A пацаны На планете Да То есть Большая волна цунами Никак ее Нельзя было сдержать Здесь Командия К23 Калорейзер Сберут эти пистики С себя Приятно 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 в любом случае Ну а теперь Теперь момент Force buy Есть Есть К23 Играете сейчас Очень опасно Ну посмотрим Чем это закончится Все-таки Скаут 2 смака Хаешка Армора Пистолеты И не такое Иногда закрывается Так Едем дальше Да Здесь вот Скаутка От Моу Но если Вот у Моу Получится Как-то На ранних Таймингах Может быть Кого-то Найти А то Его Что-то Постоянно Пасут Он Как говорится Постоянно Где-то Тут Получает В лицо Он Видите Он наламывается На Мидл Как раз И вот Не удивлюсь Если Моу Первым и погибнет Не потому Что Моу Такой Плохой А просто Как-то Постоянно На рубеже Атаки Из-за Опыта Скорее всего Игры В соответствующих Как говорится Командах На соответствующих Больших Клиентах То есть Он прям чувствует Где находятся Враги И туда и лезет Как раз Ну В целом Часто там и получает То есть Его как-то То ли не прикрывает То ли бог его знает Моу Пока не отлетел Проблем По хп получил Не погиб Кстати Ранние тайминги Этим и заканчиваются Никто не погиб Ну и хорошо Заведем ПВК Может быть На более поздних таймингах Сейчас и выход Будет поставлен Со стороны Команды Хеллрейзер Саней Занимают Парыч На базе К слову Таки Никого Но За исключением Игрока В длине Его Высказки Со спины От Келлзе Которая Заканчивается Успехом Опен На стороне Обороны На моментальный Размен И в целом Я бы не сказал Что ситуация Как-то Изменилась А вот После минуса От него Начинает Вставать Вопрос Лайм теряет себя В этом бою У него и так было По-моему Один или два хп Он все равно От нольберта погибает Здесь на б Попытаются Ашер выйти Но их там ждут И Кодео Точно ждет И справляется Да у Кодео Не были самые сильные Девайсы Но зато у их товарищей Были вполне себе Нормальные девайсы Моу делают Собственно Единственные Свои килл В этом раунде Опять же Находясь на рубеже По факту Защиты От атакующих Которые Именно туда И суются То есть Моу типа как Эхо-детектор Такой Они здесь В данном случае Это Как это Этот его Пёрк такой Да Особенно И сыграл его на руку Совершенно спокойно Последнего забрал Парни здесь 7-10 Пока К-23 впереди И Я не вижу Вот здесь По поводу этого раунда Полуфрасового Для шерсти То это прям Хорошая идея Эх Ну играют-то они А мы поэтому С тобой сидим И комментируем Да Наверное поэтому Да Согласен Все еще понимают Слабость экономики защиты Пытаются Возможно Где-то зацепиться За халяву Но И он Все еще играет В попытке Запушить шорт Мол Ну сделал Да Приятный минус Но опять же Потеряли так же Норбита И 4 на 4 Защита может Немножко нервничать Все так же Нет длины И Вот Кого-нибудь туда Быхал Рейзерс отправить Да все заняты Что ли Да похоже Все заняты По факту Они могут Напороться Вот с таким Сплитом Под Б Хотя смока нет Какой сплит Б вообще О чем я говорю Тут Немножко Пострелять И все Гранат Не ну Как это Сплетануть Под флешку На КТ Да 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 Я согласен с тобой Как говорится Сплетануть то всегда можно Просто Под флешку кстати Они ее сюда и кидают Лол При этом кидают Просто чтобы походу Пройти хотя бы на шорт Какой-нибудь Не получается выйти В Ашер Получается кстати в лицо Между прочим Моу дать Вот это вот интересная история Есть у Проблема Эммочка еще длинная Это еще более интересная история Он еще и с армором То есть хотя бы прицел Не будет скакать во все стороны Вообще в принципе Слушайте На А есть шансы здесь Нилан еще Видите широко стоит И он погибает Есть бомба Бомба вниз не упала Заметьте да И есть все варианты Ее поставить В смысле они ее ставят Так и есть Лайм С хлп Ну поднимается на рампу Вместе с проблем Будут играть видимо От дефолта Ну что это Пошел Открывается Правым Получает по голове Лаймфловый Гармор есть Стреляет Калаша Первого Пошел Стародушить Но Кадео Переигрывает Оппонент Ну спасибо Что так На самом деле А ведь Если бы сейчас Холрейдер взяли Это девайс На они бы Нагнали Всю эту историю По счету А так 117 Все пока что Спокойно Для К23 Опасный раунд Для команды Хэврейдерс То есть Буквально Как говорится Кидается монетка И пацаны Такие Так Ну погнали Типа Вот такая вот История Хуже уже точно Не будет И так Все очень И очень Грустно Складывается Если поглядеть Само то Что смешное Вот Подобного Расклада В плане Экономики Можно же Было Избежать Но Решили Как решили Видимо Мол Чекает Топ Мед С Калтом Холрейдерс Все Все Так Же Могу Да Очень Сильно Прячь По экономике Своего Соперника И там И там Денег Нет Но В случае Если Холрейдерс Проигрывает Эту закупку Это будет Счет 13-7 С большой Вероятностью А вот Наоборот Так не работает Наоборот Вы так Не получите Быстрый нагон По счету Все таки 4 же Разница Это Это больно Проблем Немножко ПХП Получил Опять же Супер Экстра Важный Раунд Для команды HR Они поставили На кон Здесь Знаете Полкарты Как вот В сказке Полцарства За Не знаю За принцессу Так сказать Или как там Я не помню Или наоборот Там было За принца Так вот Здесь Буквально Полкарты То есть Конкретно Данный чекпоинт Вот именно При таком счете Это супер Опасная тема Атошер Либо они побеждают И прям нормально Могут И прыгнуть И начать возвращаться Либо если они побеждают К-23 будут Реально уходить Далеко вперед На самом деле Это далеко Типа 13 раундов Это прям жирно будет Калинка Выбирает Му Нилан на кампе Собирает Две головы Но этого оказалось Мало Фларич и Кеус Размен Преимущество На стороне защиты Но бомбсайт Продан Можно будет Разыгрывать Шансы есть По крайней мере Но Два в три Так Калаш У Фларича есть Галилу Джара Оба с арморами То бишь Прицел флинчить Подскакивает Да То бишь Не будет Очень широко встал Фларич По пути на гуся Погиб То есть его поймали В субпозиции Да метапозиции Перетяжная Грубо говоря А второй погиб Потому что просто погиб Потому что 1-3 Простите меня Двенадцатый Для К-23 И вот это вот Самая Самая грустная история Двенадцатый Во-первых Раз Три тысячи Даже с бомбой А если бы бомбы не было Это было бы вообще Две Как там Две четыреста У одних ребят Типа три ровно У других Короче Эко на полторы тысячи Это прям вот край Двенадцать семь Ну а вот Не он Хорошо пошел До спрей Единственное Что Фларич Очень быстро Подстраховал Но с разменом Не вышло И фактически Все так же Да Слабая экономика Тоже не говорит Калинка Вышибает Мол просто С дверей на меду Так Калинка Ну второго Надо 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 цеплять Макеус Мансует Норбит Аркадий Парыч После минуса Моментально Возвращается В освоясе Прокидывается Влог Возможно Как-то так и продолжит Сминуть агрессировать Но Пока только С начала раунда Не хотелось бы Так быстро сыпаться Если честно Да Тут Ах Тут соглашусь Вот этот По-моему Кстати говоря Ножик и есть Который только что Крутился Опять я его Буквально полсекунды Увидел Такая Серый Белый Зебр С такое Что-то Под полосами В общем Дамаска и Сталь Наверное Какая-нибудь Так что Может там В чате Пацаны были правы Калинка погибает Ой Лайм Моментально Просто разваливается Буквально Бам-бам Все Это на минус 2 Два чувака Остается Они выходят на А Догадайтесь Где бомба Просто догадайтесь Где бомба Ладно Хорошо килл Проблемы Но Смысла в этом нет То есть Да Хорошо килл Ладно Но 13 Зак 23 Почему Потому что 45 секунд У вас осталось А бомба На Б Эту бомбу Гардят все Охраняет Обежда По-русски Гардят все Ребята из команды К-23 Как говорится Попробуй Возьми Ты Не пройдешь Наверное 25 секунд В данном случае Наверное Да Все-таки Не пройдут Больше Ямочку Бо взять Ну так Вот и ямочку Молик Это Молик Дотянулся Ух А куда Вы куда В смысле Зачем У вас время Алло Ну ладно Что-то да Дойду дальше В итоге То что Как это То что приобрели Потеряли Только что То что приобрели Потеряли Друзья Да Сейчас будет Байк Конечно Для этого Сайта Там на 5000 Нормально Можно Забавиться Это Флб Для Те стороны В этом плане Все Да Друзья А для вас В общем-то Бонус От Приматч Приготовлен По клику По баннеру По трансляции Заодно Знакомитесь С обширным количеством Соревнований И в общем-то Не только киберспорта Но и реального спорта Также интересные Котировочки на них Ну а если хотите Быть вообще В курсе всех событий То установите Продолжение На телефон И там Тоже будете Радоваться Жизни С приматч Так Едем дальше Едем дальше Здесь 5 на 5 Пока что Боевая ситуация То бишь На супер Райне тайминг Никто не погиб Сейчас мог бы Погибнуть Лайм На пропрыжке Опять же Ашорт Видимо хотели Отжать себе Хеллрейзерс К-23 Немножко попугали Лайма Они все еще хотят В смысле Ашер И может быть Ашорт Тебе заберут Коробка тоже Один человек Стоит Это вот Флорич да Номер один У нас Видел в кусок Смока То что Где-то там Чувак Типа прошел Флорич Начинает стрелять Собственно Прыгивает обратно Этот игрок Флорич его Прекрасно слышит И в общем Пока не коробка Пока не ашорт Пока не Верхняя темка Пока не Мидл Пока ни одной Из позиций Хеллрейзерс Себе конкретно Нельзя Молчика Ребра На миде Лайм Стягивается Так В этом направлении Ну и флэшпик Так Нам Прослеил Смока Ну и Кадел Полопорник Б Ой-ой-ой Как же Некрасиво Это получилось Только что Взял Открыл двери На Б-базу Кадел Ребятам Из Хеллрейзерс И вероятно Команде К-23 Нужно Просто Отекать На сейв Возможно Но Б Пробит Туда Да-да-да Тут даже Невозможно Тут Ну один Вот нарывается Здесь от клинки Отлетит Или нет Все еще Вопрос Нет Не отлетит Коллаж Подарен Коллаж Подарен Все правильно Если я говорю Выходят что-то так Но Берт правда проверит Уже до конца Там еще кто-то Не поджимает Точно ли не поджимает И Императрица По-моему Да он называется Если я правильно помню Крутой коллаж Красивый Императрица Брет Ну Уносят, собственно, в глубокие, далёкие, зелёно-синие дали. Так сказать, с прекрасными полями, с цветами и радугой. 8.13. Дорога длина и полна ужасов для командных Эллрейзерс в плане камбэка. Не, они пытаются, конечно, но, чёрт возьми, подружка безопасности в Ка-23 пока что гигантская вообще. Ну и вперёд. Всё в руках вам оставшихся из ады. Нужно провести... Ну сколько получается? Сейчас они выбивают очень сильно экономику. То есть один уже взяли, два подряд. Я думаю, что нужно взять четыре раунда к ряду. Выходить на 13.12. И вот там с экономикой защиты будут проблемы, так или иначе. Мы так раз не понимаем, даже максимальный густ-бонус не позволяет бездумно каждый раз проигрывать раунд, закупаться райт-кликом. Такого не бывает. Так, лады. Едем дальше. Бай довольно важный для команды Ашер. Пытается выйти на синий. Получается, потому что здесь был только один контртеррорист. Поджим, кстати говоря, ашерта от КТ. И именно туда инвестиции из живых сил и пустили. И вот этот один парень, который погиб. На синем на коробке. Подходы к лонгу защищал, да? Никто его не смог спасти. На верхней тёмке один парень, КТшник, тоже погиб. Опять же, никто не смог защитить. Никого не было. Пока К-23 отлетает по одному и по одному. О! Чекает длину. Всё ещё, пока под прицел никто не попадает. Но так как ситуация 5 в 3, мы прекрасно понимаем. Тут очень серьёзно нужно подойти к вопросу Чека. Мы безразменов должны сейчас как минимум доводить ситуацию 4 в 3, а то и 3 в 3 желательно. А там уже будем разбираться. Моу. Моу смотрит за длиной. Б базу скрывает Калинка. Дает инфу о том, что на Б никого. Но при этом минус делает Джиарпа. Моу. Калинка уже несётся по миду. И он, конечно же, спалился. И Кеоса не в курсе. Это замечательно. Но ситуация 5 в 1. Шнорбер также погибает. И нас вами ждёт экономический. И возможно даже ТБ таки пробьётся. Может быть. Может быть, будет так. 9.13. Ашеры продолжают бороться. Подушка безопасности у команды К-23 всё ещё достаточно, реально я имею в виду, достаточно сильна. Но становится всё меньше. Всё тоньше. И тоньше. Дополнительные деньги нафармили себе после бая команды Ашер. Посмотрите. В смысле, я тут... У меня две мысли одновременно. Я говорю все слова одновременно, походу. Смотрите на деньги после бая, да? 4 в 700, 5 в 800 и так далее. То есть ещё будет на бай. Здесь экономический для команды К-23. Ты будешь на десятку. С потерями или без Ашеры будут выходить, скорее всего. Адренумский смог здесь ещё от команды Хэлл Рейдер. Для того, чтобы на Ашорт нужно было, например, зайти без Вижена от противника. На этот Ашорт они... Ну, вообще, в принципе, человек там один зашёл, действительно. И правда. Три человека осталось. Команды К-23. Килл престижа бы найти, дай бог. И то под вопросом пока что. Кандел в упоре Меда. Сделать вот этот кусок. Здесь флеш-пыль. Второй также зашёл. Второй падает. Калинка не вращает. И он в конце-то концов также погибает. Здесь снова 5-0. Экономика бустится нереальнейшим образом. Хэлл Рейзер реально переворачивает второй пыльник прямо здесь и сейчас. Так. Ну, 10-13. Ну, пытаются, пытаются. Не переворачивают пока ещё. Ну, прямо чтобы, ух, перевернуть полностью. Не то, что камбэк, а вот именно переворот. То бишь, счёт был бы больше. Но они к этому движутся. Двигаются. И двигаются достаточно. С нормальным таким крейсерским темпом. Я бы сказал, выход на синий. Пока непонятна потери. От кого вопрос. И если вообще будут. Потому что и те хотят забрать обратно, и те хотят просто забрать. Собственно, клинка одного забрил. КД его клинку разменял. Дальше. Пока в пользу атаки. И всё равно, видите, да. Ситуация прям супер напряжённая. В пользу атаки. И останутся разменные в пользу а... Дважды в пользу атаки, друзья. Всё ещё. К23. Ну, тут пауза. Кстати, вот мы с тобой смотрим уже матчап. Матчап больше, чем 3 с чем-то часа. 3 до 23. Более точно. Минут 20 назад должен был начаться матчап Force Spirit. И сколько пауз у нас было в принципе именно тактических. Ты помнишь? По-моему, тактических пауз вообще-то толком и не было. У Ашеров точно были. У К23 По-моему, одна. Если ничего не путаю. Чат, пожалуйста, напомните. Если вдруг мы что-то пропустили. По-моему, одна или ноль, кстати. И это за 3 с половиной часа нормально считаешь? Ну, либо им просто физически не надо, они успевают вообще вне вот этой кнопки паузы делать всё, что необходимо. Всё. То есть от и до. Абсолютно всё, что нужно делать. Всё, что необходимо. Либо реально забыли, типа забыли, не ставят, бла-бла, вот это всё. То есть неприятный вариант. Ну, а банально-то сбросить темп, потому что камбэк-то идёт. Камбэк идёт, да. ТБ, друзья, 26.5. Поздоровали, работяк, которые на ТБ здесь думали. Сочувствую тем, кто думали на ТМ. ТМ, друзья, не получился. Повторюсь, команды друг к другу сильно притёрлись. Соответственно, даже уже внутри карты, видите, да, становится всё ровнее и ровнее и ровнее и ровнее. И именно из-за этого мы видим очень близкую игру. То ли ещё будет. Но ещё и на допчике можно попытаться забежать. Тряда будет вообще какой-то шок. Но. Но. Два раунда разницы. Всё ещё эко. Ну вот надо. Надо как-то найти опцию зацепиться. Джар. Видится, что минимум 3б пробежал. А, ну, вероятно, да, только один мир. О-о-о-о! Нилон попадает под пристрельный огонь. И в смоку он так и останется. Так. Это 5 на 4. Это выход на 12-й даже, возможно, от команды Hellraiser. То бишь на 12-13. И вот этот переворот, о котором говорил здесь Аниша, он... Ну, Норбер, да, здесь делает килл престижа, как минимум. Ещё можно попытаться нормально так настрелять, скажем так. Оппонентов потенциально. Кстати, заметьте, да, как всё заболотилось. Посмотрите на радар. Вообще никто не дышит, ничего не делает. Посмотрите, просто нам камера показывает. И игроков посмотрите. То есть все стоят, и всё. И просто ждут. Таких же оппонентов, которые тоже стоят, и тоже, типа, зависли просто. И просто ждут. Но атаки-то двигаться надо. Время их поджимает, так что атака начинает двигаться. Если выйдут сейчас на синий, выйдут за бесплатно. Ну, потому что там никого нет. Они об этом не знают, но там никого нет. Ну, это пока нет. Стяжка-то пошла. Вон уже и лобертонал запушили. И калашников для келуза. Это опасно. Тридцатая секунда. Стяжка под б, если зайдут в глубь уже отмена. Да, это дорога в один конец. Уже не до дороги в один конец. Ну, здесь засада-то еще, да. Ой-ой-ой, как страшно. За команду Ашеров. Сейчас бы, как говорится, на 12-й-то выйти. Да. Морик на рампу. 10 секунд. Ну, сейчас, да, 10 как раз. 9, 8. Последний флаж против Норберта. 6, 5. А он не знает. И вот анимация постановки. И просто... Он не знает. Краковская колбаса в поченьку. Ножик в печи. Никто не вечер. Это Норбер. Да. 14.11. Идеальная читка от К-23. И подготовка, в общем-то, к заходу от Холл Рейзерс была слишком очевидна. Ну, и вот вам история. Когда потеете, стараетесь. И тут вжух. Один банальный раунд сейчас может подорвать не только морально. Но и физически по расчету подорвает очень жестко. Да. Нож это тяжелая история. КТО немножко ПХП потерял. И опять же, тем не менее. 11. 14. В двух раундах команды К-23 от победы. И вы знаете, с таким началом... Убийство в коленке так, что произошло от снайпера команды К-23. С таким началом. Прям вот, как говорится, то, что надо для казахов. Ну что, пускай даже большое количество денег, да, у команды Холл Рейзерс имеется. Но с другой стороны, да, К-23, это очень близкий счет для победы. То есть два раунда до конца. Это вообще проще простого. Начнем с того, что в этом уже начали с опу на правджар. Это дело немножечко смягчает, оформляет паритет. Вот, выход через шорт, подмолики, пока ждем. Холл Рейзерс не могут лететь сломяку. Сейчас. О, а Норберт еще и опасную позицию занял. Интересно, кстати говоря, может быть, она, ну, не совсем как бы полностью считаема. Только если они будут выходить из смока, если не выйдут из смока, то Норберта просто увидят. То есть его там невозможно не заметить. Ну, поглядим. Пока 4 на 4. Пропадает. А теперь не уйти. Этот смог пропадает. И вот он делает один килл, потому что позиции удобные для того, чтобы делать килл. Но эскейпа нет. То есть это никак, понимаете, в доте там на Блинкдагере типа улететь. Они хотели рискнуть, понимаешь? Они рискнули, и в итоге, видишь, к чему привело. 2 на 2, Кадео под Моликом. Бумсайд, бомбкерри. Ай-яй-яй-яй, убили бомбкерри. Один на один. Инфа есть про бомбу. Проблемы против Келза. Келза через КТ спрыгивает. Ну, это жестко. Один на один. Пока что пакет поставлен. Кеос калач на потенциальный 15-й раунд. Это, я думаю, добавляет ему мотивации. Прямо нормально так. А что такой шумный? Проблем, братан! А ты что шумишь, как слон в посудной лавке? Просто... Так вышло же. За испанским... Не видит здесь Кеос гранаты, что ли? Не совсем понял, что он искал. А ВП вот у него вроде... Сейчас в РКх и был. То есть, в смысле, заранее ее подобрал. Что-то где ты пытался еще найти гранаты, что ли? Люди в последнее время, когда видят, как я хожу по трупам, собирая гранаты, называют меня пылесосом. Понимаешь? Так что, давай не будем. Не, это нормальная, нормальная история. Ты знаешь, есть разные синглплееры игры. Копейка, рубль, бережет. Начнемся, а дальше продолжаем. Всякие синглплеерные игры в последнее время нас к этому очень сильно приучили. Типа всяких там, знаете, фоллауты какие-нибудь модные четвертые. Тупо берешь... Я не играю в синглплеер игры с 2000... Модный парень. Ну так вот, я просто закончил мысль, да. Просто берешь там и, знаешь, по всем помойкам тупо собираешь. Все болты, потому что на крафт надо. Это то, что ты же сам можешь заниматься в ММО, как бы тебе никто не запрещал. Да, да, да. Тем временем Hellraiser тут что-то мудрят, опять же, да. Пытаются байтить на сприт под Б, при этом при всем трое игроков в К23 все еще на а-поинте. И да, отдан мид, но при этом непонятно, как пойдут размину Hellraiser на шарту. Так, Нилан. Ой, Нилан! Ой, Нилан! И никто не понял. Это такая габелла вообще для защиты... Для атаки, точнее, прошу прощения. Для защиты это нормально как раз. Вы посмотрите, что происходит. Еще парень падает, хотя фларич на размене, но этого мало. Проблем с фларичем вдвоем. Еле живые. Бомба под контролем КТ стороны. Посмотрите, где пакет. Опять бомбу забыли. Да что ж такое? Это десантура в КТ, а бомбу никто брать не хочет. Не, понятное дело, что там умер человек рядом с бомбой. Ой, какой промах! Ой! Больно-то как. Ну и последний проблем 9 хп. Вот он, тильт раунд, который отдали тогда. И как итог, 16-11. Друзья, команда К-23 проходит дальше. В рамках плей-оффа восьмой неделе мульти вайпе с АС. Восставшими из ада, то бишь Hellraiser, мы прощаемся на восьмую неделю. Надеюсь, увидим их на девятый и на десятый, соответственно.